Меня сейчас спрашивают, как было раньше и как сейчас. Конечно, то, что сейчас имеют в техническом плане, лошади, сёдла, манежи, это превосходит, там даже мы близко не подходим. Но раньше была маленькая база, какой-то республики или что, какой-то манежек. Он был предназначен для того, чтобы люди повышали спортивные мастерства. Вот чем отличается старая школа от новой? Там какие бы условия ни было, там конкретно занимались троеборьем, конкретно занимались выиской, конкретно занимались пятиборьем и так далее. У меня мать комсомолка 30-х годов, кончившая семилетку, она такая начитанная была, она очень следила за моими успехами, но никогда не видела нашу эту самую, изнанку. И вот она однажды ко мне на работу пришла, а я там кобылу заламываю. Вот я заламываю эту кобылу, там что-то с ней делаю, очень повозился долго, слез, подошел к ней, спрашиваю, что нужно было. Она говорит, слушай, я посмотрел на тебя, у тебя вид человека, решающий важную государственную задачу. Потому что она комсомолка, она мыслила только в государственном масштабе. Столько мысли, столько энергии, столько таланта, и куда? Кобыли под хвост. Как одна девочка, ну как же девочка, женщина, Изабель Верт, она спросила, что за разговоры о немецкой школе, о французской школе, о испанской школе. Школа бывает или хорошая, или плохая. Понимаете? О нашей школе был такой, у меня был такой приятель, Хиннамон, он чемпион мира в команде, и третий в личном первенстве, чемпион Европы в команде, лично в третьем, в личном первенстве. Он тренер канадской команды, голландской команды был на Олимпийских играх. И он с нами познакомился и заинтересовался. Мне говорит, интересно, интересно, как вы при своей нищете можете путаться у нас под ногами. Потому что мы их, всегда были за ними, вот притык, а иногда, и как только они расслаблялись, мы у них выигрывали. И вот это было интересно. И чем отличить, какая школа там? Школа была или хорошая, или плохая? А у нас была школа русская, она была хорошая. Мы выигрывали. Есть сейчас проблески вот этой школы, Меркулова. Есть проблески этой школы, Милосердова. Хоть она за границей тренируется, но все это разговоры о том, что она тренируется у этих западных, она тренируется по той школе, которую ее учили с детства. Я все время говорю, ведь не даром говорят, если звезды загораются, это кому-то нужно. Ну, вот кому нужно? Кому нужно, что сейчас вот выступила эта самая, Меркулова, хорошо. Кому это нужно? Ей. Плохо она выступила, кому это нужно? Ей. Вот такая, такая, такая вещь. А базы, какие базы? На таких базах... Это кузница кадров, сколько можно было наковать? У нас было 15 республик и 2 города, Москва, это самая, 17 республика. Я говорю, в каждой были тренеры. Чем они отличались один от другого? Дело в том, что страна большая и разные, разные области занимает. И в каждой области были свои традиции, свои лошади, свои это самое. И отличались они тем, что эти специалисты работали с такими лошадьми, эти специалисты работали с такими лошадьми, в Москве работали с такими лошадьми. Это была большая школа, их было много. И обязательно из этих 15 школ можно было вырвать то в Казахстане, то в Узбекистане, то в Тиргизии, то в Армении, то еще где. Можно было выбрать сборную команду. Ведь это самое. Не секрет, что сборная команда не состояла из-за одних москвичей и из-за одних ленинградцев. Обязательно там вмешивались со всех республик. Ну если в каждой базе могли создать какое-то ядро небольшое, а баз сколько в Москве, я думаю, что у нас сборная команда имела бы приличный резерв и состав. И результат. И результат, конечно.